Я так понимаю, что наши девушки, они не теряются. Если у них есть какая-то коммерческая жилкость здесь, то и там они могут реализоваться. Многие пары, кросс-культурные, обращаясь ко мне как к психологу, задают такой вопрос, что мне делать со своим страхом, что я там буду делать. И то, что ты иностранец там, и то, что ты говоришь с акцентом, то, что, может быть, твой диплом или специализация под работу не считается, и то, что друзей сложно завести, потому что, опять же, разность менталитетов. К этому нужно быть готовым. Мой муж итальянец, Орландо. Сейчас мы едем в Неаполь, а выходные назад мы провели дома. Живу в Италии более чем 21 год. Замужем второй раз за итальянцем. Продолжаем наши истории про кросс-культурные браки. Сегодня мы поговорим про Италию. Говорят, что если итальянцу связать руки, он не сможет разговаривать, потому что он привык жестикулировать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях ваши вопросы. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересные видео. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Всем здравствуйте! С вами я, системный семейный терапевт, психолог, сертифицированный гипнолог Эльвира Емельянчикова. И у меня в гостях Мария Кирдеева, спортивный психолог. Мария, я знаю, что вы много раз бывали в Италии. Расскажите, что же едят итальянцы? На самом деле они любят кухню не меньше, чем французы. Чем же они отличаются? Эльвира, все верно. Итальянцы, они и очень эмоциональные, и очень любят свою культуру и кухню не меньше, чем французы. Я очень много путешествовала тоже по Италии. И могу сказать, что Италия и Франция, они похожи в том, что они... Это очень богатые культурно и разнообразные природно страны. И итальянцы и французы безумно любят собственную нацию и считают, что они самые лучшие. Да, есть. Но в этом есть доля правды. Итальянская кухня очень известна и, наверное, может быть даже одна из самых популярных в мире, несмотря на то, что все молятся на французскую кухню. Но, наверное, по количеству ресторанов итальянских... Наверное, даже больше в Италии, да, ресторанах? И во всем мире, кстати, да, итальянская кухня очень популярна. Сегодня мы с вами будем продолжать приготовить наш аперитив во французском стиле, но с итальянской ноткой. Интересно. И традиционная канапешка из Италии, сыр моцарелла и томаты. Приступаем. Приступаем. Что мы делаем? Нам нужно насадить сыр на зубочистку и затем насадить помидорку черри рядышком. И все так красиво. А, так готово, да? Да. Вот и все. Вот и все. И, между прочим, французы очень любят эту закуску у себя на аперитивах. Цвета итальянского флага не хватает только зеленого, да? Да, иногда они кладут листик свежего базилика. Ну, наверное, такие там томаты большие, да, можно порезать их? Да, да. Как вы думаете? Да, у нас попались сегодня крупные томаты, их можно сделать пополовинку. Так, ах уж эти итальянцы, чем же они привлекают русских девушек? Я слышала, что они настолько эмоциональны, настолько ревнивы. Это, кстати, тоже привлекает наших соотечественников. Мария, как вы считаете, итальянцы ревнивая нация, это у них в крови или так принято просто выражать открыто свои эмоции? Я думаю, что ревнивость, как черта характера, это, скорее всего, не привязано к какой-то определенной нации, а непосредственно к человеку и к его, скажем так, дезадаптивным схемам поведения, каким-то его, возможно, детским травмам. Потому что мы как психотерапевт, наверное, тоже это прекрасно встречали, что ревность свойственна как будто незрелой личности. Но, как мы знаем, итальянцы достаточно долго остаются незрелыми, они живут в родительском доме, даже до 30-40 лет бывает, что они проживают, не считают это чем-то из ряда вон выходящим, продолжают жить. Любят очень свою маму, любят кухню мамину, да, и получается так, что невестке нужно научиться готовить так, как мама, или хотя бы приблизительно. То есть, в нашем понимании, маменькин сынок, человек несколько инфантильный, задержавшийся, не сепарировавшийся от родителей, а у них это норма. Вот такая разница менталитетов, наверное, будет сначала шокировать россиянок. Это непросто. Действительно, в Италии очень много таких традиционных семейных сенсов, что даже три поколения могут жить в одном доме. У меня есть итальянские друзья-итальянцы, и многие из них живут в большом доме, где на одном этаже живут родители, на другом этаже живут бабушки с дедушкой. Но я бы не сказала, что это очень культурно-традиционная такая черта, нежели неизвестный фантилизм. Мне кажется, что тоже все зависит от человека, от его детства, от его психологической проработки. И да, итальянцы, они эмоциональны, они очень привлекают русских девушек тем, что они проявляют свои эмоции, они проявляют свои чувства, они это не скрывают. Мне кажется, многим российским женщинам этого именно не хватает в российских мужчинах, потому что наши мужчины, хоть они и могут чувствовать, они же тоже люди, они никогда это не показывают. Эмоции не показывают, не делают такие комплименты, возможно, как итальянцы. Вот как раз на эту тему хотелось бы послушать комментарии, посмотреть видео Татьяны Кулаковой из Италии. Давайте посмотрим. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Таня, Калабрио Тани, в запрещенной в России сети. И я бы хотела сделать видео, которое посвящено моим отношениям с любимым мужем, мой муж итальянец, Орландо. И это видео я делаю для всех, кто хотел бы, кто хочет завязать отношения с иностранцем и выйти замуж, уехать в другую страну. Также я делаю это видео с благодарностью Эли. Я очень рада, что знакома с таким замечательным профессионалом, с замечательным человеком. И вот в том числе для тебя, Эля, в знак уважения к твоей работе я делаю это видео. Итак, как я уже сказала, я Таня, и уже больше шести лет я в отношениях со своим мужем. Официально мы женаты больше двух лет. И позвольте мне рассказать о себе и о своей истории. Мне 39 лет. Когда мы познакомились с мужем, мне было 32 года. И за это время многое поменялось в моей жизни. Я переехала в Италию и, в общем-то, в целом прошла, скажем, определенный путь, о котором я хочу рассказать. Я сейчас работаю онлайн. Мы с мужем преподаем итальянский язык. И вот это дело по преподаванию итальянского как раз получило свое развитие во время пандемии, потому что нам просто надо было создать общее дело. И отчасти это результат, скажем, наших отношений, нашего желания быть вместе и создавать вместе что-то общее. Когда мы познакомились с мужем, он работал в своей ферме. Он занимался размещением туристов в Калабрии, на юге Италии. И в том числе и меня он разместил. И так оно и случилось, что мы начали общаться. Но на самом деле в тот момент я была достаточно свободна в своих отношениях и очень много путешествовала, тратила на это время, ресурсы, желания. Я, скажем, придумывала, зачем мне ездить. Это действительно было немножко даже, ну, не надуманно, ну, скажем, вот в рамках такой игры. И у меня были возможности завязать отношения с другими иностранцами. Но я выбрала Орландо из-за его чувства юмора. Ну, в целом просто потому, что он показал себя как человек, который... Ну, так случилось. И, знаете, я бы хотела рассказать немножко о том, что сейчас происходит, потому что начать отношения, познакомиться – это только один первый шаг. А вот их развить эти отношения, довести, и самое главное – найти взаимопонимание. С супругом достаточно такая непростая, на самом деле, задача. И мы ее решаем, и сейчас. То есть мы нашли взаимопонимание, но это не значит, что он полностью принимает мой менталитет и мои особенности. А я прям вот, ну, не то, чтобы я не принимаю. Конечно, я принимаю, но это не значит, что у нас не бывает камня преткновения. Дело в том, что мой муж итальянец, и он, как все итальянцы с юга, очень любит кушать, кушать пасту. И он действительно ест пасту каждый день, это не шутки. А я, в свою очередь, тоже люблю, конечно, пасту, но мне, как девушке, это и не совсем полезно, на самом деле. Вот. И вот эта особенность имеет значение. Вторая особенность тоже связана с едой. Мой муж любит есть на ночь. Это чисто южная особенность. Особенность южных итальянцев. Они кушают, там, в 12 ночи, в 11. Окей, ладно, там, в 9. В 9 это самое раннее, когда мой муж, скажем, ужинает. А я в 10 уже спать ложусь, потому что я встаю рано, в 7 часов, и в 10 я уже, там, могу только фильм посмотреть. Вот. А, и еще третье. Им очень важно, итальянцам, чтобы их жены с ними вместе кушали, обедали и ужинали, потому что для них, ну, еда – это дело такое святое, и есть надо вместе. Поэтому вот это те моменты, которые, скажем, нас сейчас, ну, объединяют или разъединяют, скорее разъединяют. Но они существуют и сейчас, и до сих пор. Иногда мне хочется составить ему компанию, поесть в 9 вечера. Иногда я кушаю пасту. Это вот до сих пор, ну, те, скажем, камни преткновения, которые вот и сейчас они есть. Ну, конечно, разность менталитетов, она не только в еде. Дело вообще в самих подходах, в привычках. Я очень люблю путешествовать. Именно благодаря своим поездкам я и познакомилась с обожаемым супругом. А мой супруг, между тем, в общем-то, скорее бы посидел дома в выходной день, чем поехал куда-то. И тут также нам приходится все время искать компромиссы. Вот сейчас мы едем в Неаполь, а выходные назад мы провели дома. Причем проводят воскресенье они интересным образом за семейным столом. То есть нужно… Это что значит? Что несколько часов нужно сидеть в компании семьи, общаться, общаться на темы, которые подчас, ну, не очень-то интересны. Например, мой муж очень любит разговаривать со своим братом о работе. О работе брата. Его брат, он увлекается дронами. Также, ну, у них там свои увлечения, которые для меня далеки. И это тоже вот момент. Я знаю, что также итальянки любят разговаривать о еде и о рецептах. А я, например, честно вам признаюсь, ну, не так уж сильно люблю готовить. И мне вот эти разговоры часовые о еде, ну, в семейной компании подчас, мне кажется, не очень близкими. Что же я вот все о еде и о еде? Давайте расскажу о том, что пришлось… Какой путь нам пришлось пройти, чтобы быть вместе. Все было не так просто. Дело в том, что когда я объявила своим близким в России, что выхожу замуж за итальянца, ну, прежде всего, мой бывший муж сказал, что он не разрешает моей дочке поехать со мной в Италию. Он ей сделал запрет на выезд, и с этим запретом моя дочка прожила три года. В итоге, когда мы выехали в Италию через, там, французскую визу, через Беларусь, ну, добились своего, приехали в Италию. У нее так и не было разрешения от отца, и ей не смогли здесь сделать вид на жительство. Моя дочка больше года прожила нелегалом в Италии. И мне было непросто. Ну, сейчас кому-то это покажется, ну, скажем, не так значимо, особенно, когда, ну, все уже позади, да, кажется, ну, что это? Но вот в этот момент, на протяжении года, когда это длилось, это было испытание, это было определенное, скажем, ну, это была сложная ситуация, и не всегда было понятно, как быть и что делать. Я рассматривала разные варианты. Плюс, знаете, вот этот самый момент чувства вины, что я отрываю дочку от ее отца, увожу, тоже это играло роли, и на самом деле, думаю, не у меня, у одной такие мысли. Поэтому, когда ты едешь, это всегда выбор, это всегда понимание, что для чего ты это делаешь, нужно ли тебе это. И если есть сомнения, то, наверное, надо сначала разобраться с собой, а потом уже делать такие достаточно значительные шаги. Мои ожидания от брака с иностранцем. У меня не было задачи выйти замуж за иностранца. Я просто жила, я просто создавала истории свои, я занималась своим любимым делом и не одним, я увлекалась литературой тогда, я писала книги, я путешествовала, я создавала свои истории, и у меня не было задачи выйти замуж за иностранца. Я просто жила, я просто играла, я ознакомилась с мужчинами, но я не строила картинки, у меня не было картинок. Вот, я выхожу замуж за иностранца. Я полюбила, у меня случилась вот эта вот взаимосвязь с моим мужем, и тогда я уже стала, скажем, строить другие картинки. Ну, какова моя реальность? Ну, вот девочки и мальчики, смотрите, у нас общее дело с мужем. Ну, наверное, это вот не просто так, это дело, которое во многом развела я, и это, скажем, это мой шаг навстречу нашим отношениям. То есть мне там пришлось сделать кое-какие шаги, чтобы моя дочка получила документы. Вот это вот то, у меня была конкретная картинка. Я хочу быть счастливой, я хочу жить с любимым человеком во взаимопонимании. Я хочу, чтобы в нашей семье там была радость, был совместный досуг. И на самом деле я не видела вот все вот эти промежуточные шаги, которые меня привели вот к тому, что я получила. Какие можно дать советы девушкам, которые хотят выйти замуж за иностранца? Ну, я даже не знаю, я просто, мой совет вообще девушкам, которые просто хотят построить гармоничные отношения, это быть собой, быть легкой, веселой и позитивной, и не бояться играть, играть как можно больше, можно даже специально строить истории, быть в связи с собой и, наверное, с искусством, потому что любовь – это тоже искусство. Вот как-то так. Посмотрели видео, спасибо большое, Татьяна. Она молодец, она социализировалась, она сама выучила итальянский язык, теперь его преподает вместе со своим мужем. Я так понимаю, что наши девушки, они не теряются, если у них есть какая-то коммерческая жилкость здесь, то и там они могут реализоваться, потому что многие пары, кроскультурные, обращаясь ко мне как к психологу, задают такой вопрос, что мне делать со своим страхом, что я там буду делать, да? То есть я не знаю языка, и как мне социализироваться, у меня там нет подруг. Но я так понимаю, что это все зависит только от нас. Если мы хотим, мы находим и друзей, и работу, и какие-то хобби, увлечения, и в другой стране тоже. Как вы, расскажите, как вам приходилось искать, находить, создавать, как проходила ваша жизнь во Франции? Эльвира, да, это очень трудно пережать в другую страну, какая бы она замечательная, красочная, гостеприимная ни была, когда ты там начинаешь жить и вести свой быт, безусловно, у тебя гораздо больше барьеров, нежели в своей родной стране. И то, что ты иностранец там, и то, что ты говоришь с акцентом, то, что, может быть, там твой диплом или специализация по работе не считается, и то, что друзей сложно завести, потому что, опять же, разность менталитетов. К этому нужно быть готовым. И я бы, знаете, тут добавила только момент, многие люди, которые находятся, скажем так, в каком-то жизненном кризисе, сложной ситуации, они думают, что переехав в другое место, вот особенно за границу, им станет лучше и наладится. Ну, как всегда, вот эта знаменитая фраза, от себя не уедешь, от себя не убежишь. И действительно, если тебе плохо как-то психологически в России или в Америке и так далее, тебе в другом месте будет плохо. Главное найти себя, свой стержень, свои желания. Да, за границей начинать новую жизнь всегда непросто, но это интересно. И если есть желание, мотивация, то все всегда получится. Абсолютно согласна с вами, Мария. Давайте послушаем комментарии Елены Понедельниковой, которая нашла свою любовь в Италии, и она может помочь вам обрести счастье с итальянским мужем. Здравствуйте, меня зовут Елена, мне 41 год, живу в Италии более чем 21 год, замужем второй раз за итальянцем. У меня двое детей, 16 и 18 лет от первого брака. Приехала я сюда из самого Дальнего Востока, именно из города Хабаровска. Сейчас я живу в красивом месте, на берегу Атриотического моря. В общем, влюбилась в Италию, влюбилась в итальянца и осталась здесь. По образованию я экономист, бухгалтер, у меня высшее образование в России, и здесь тоже я выучилась на том же самом факультете. Работала всегда в бизнесе, в окружении итальянцев, мужчин, предпринимателей. И там познакомилась с моим первым мужем. Мы вместе работали бок о бок на его компании, развивали бизнес, продавали обувь. Очень тесно наш бизнес был связан именно с торговлей с Россией. И хочу подчеркнуть, что многие девчата, наши русские, давно уже как бы вышли замуж за этих предпринимателей, владельцев фабрик, которые были вот этим звеном, вот этим мостиком, которые развивали, помогали развивать бизнес итальянский, развивать отношения между Италией и Россией. На сегодняшний день я работаю в компании по грузовым перевозкам, то есть растаможками, которые везем груз из Италии в Россию, опять же, и хочу подтвердить, несмотря на сегодняшнюю ситуацию, торговля идет, люди работают, развиваются. Помимо этого я еще занимаюсь, развиваю блог в Инстаграме, рассказываю про итальянцев, про менталитет и помогаю знакомиться с итальянцами, выйти замуж за итальянцев. Сейчас немножко расскажу о своем опыте, о своей истории. На сегодняшний день я нахожусь в счастливых, гармоничных отношениях. Но прежде чем дойти до сегодняшнего момента, я прошла свой определенный опыт, совершала ошибки, какие-то у меня были падения, знакомилась, ошибалась с мужчинами, очень много знаю, могу поделиться, знаю, как думают итальянцы, что они хотят от женщин, как они себя ведут и что под этим можно, скажем, подразумевать. Выделю первый такой момент, что итальянцы, они очень горды своей страной, они своенравны, высокомерны, да, можно кто-то подумать, высокомерны, но на самом деле достаточно скромны, иной раз, и гостеприимны. Горды в том плане, что они любят свое окружение, горды своей страной, своей культурой, всем с made in Italy, то есть ни в коем случае нельзя их чем-то обидеть и осудить, особенно по поводу еды, их не культ, кто-то там будет плеваться на макароны, но, к сожалению, макароны это для них первое блюдо, которое они никогда не откажутся. Я, когда вышла замуж, начала готовить супчики, мой сказал, извини, пожалуйста, я таким блюдом совсем не наемся, поэтому иди учись готовь макароны, но это не значит, что нужно быть кухаркой, потому что итальянцы очень умеют вкусно готовить и любят они это делать, то есть у них нет такого разделения в семье, что ты будешь заниматься домашними делами, а я буду работать, потому что мы оба работали, кто захотел, тот и приготовил, так как я люблю, и я с удовольствием научилась, я взяла позицию наблюдателя, наблюдала и научилась готовить вкусно также пасту, и итальянцы мне хвалят, что я перещеголяла всех итальянцев по поводу готовки, ну мне это нравится, но если не нравится, то, пожалуйста, итальяне с удовольствием сводят вас и в ресторан, у них по традиции нормально раз в неделю выводить свою семью в ресторан, в ресторан с детьми, и с родителями, и с мамой, допустим, мама у меня живет, спокойно берем ее с собой и возим везде, вот, кстати, про мам, да, про маму, у них это отдельная история, у них большое уважение к своей матери, к женщине, также к матерям, вашим матерям, то есть это очень главный, как бы их человек в жизни, мама, они с ней советуются, и поэтому многих итальянцев называют маменькими сыночками, но это факт, это нужно просто принять, но это не значит, что они живут с мамами в доме, потому что много очень достойных и самодостаточных итальянцев, конечно, есть также итальянцы, которые до 50 лет живут под маминой юбкой, это, можно сказать, такие питер пан, которые никогда не решатся на взрослую жизнь, и тем более жениться, поэтому оставим их в покое, а говорим о нормальных, достойных итальянцах, с которыми я имею отношения, вот, и вот эта привязанность к матери с детства, да, я считаю, это классная черта, вот, и тут про свекровь, многие подумают, что если она вас не примет, то значит и мужчина на вас не женится, на самом деле это не так, свекровь итальянская это самая лучшая свекровь в мире, у меня замечательное отношение с моей первой свекровью, и сейчас тоже у меня классное отношение, с ней у меня она единственная, поэтому, как только вы покажете, что вы любите его сына, заботитесь, то есть проявите вот эту заботу, она убедится в этом, что он попал в хорошие руки, то есть не надо проявлять заботу именно к свекрови, и свекровь у них самодостаточна, они тоже такие гордые, то есть мне ничего не надо, вот они себе, у меня все окей, самое главное, чтобы сын у нее был пристроен, да, что сын в хороших руках, и она успокоится, а если появляется ребенок, то это у вас появляется самая любовь, такая безвозмездная любовь между вами и свекрови, то есть в эти моменты можно даже не переживать, за эти моменты можно даже не переживать. По поводу детей, итальянцы самые лучшие папы, они очень с удовольствием ходят с детьми в парке, можно обратить внимание, сколько пап играет с детьми, участвует в школьной их деятельности, на собраниях ходят, на кружки их вводят с удовольствием, в Италии нет чужих детей, если у вас дети от прошлых отношений, они с удовольствием берут, женятся и берут ответственность за чужих детей, как это у меня сейчас, мой второй брак, уже на протяжении шести лет, как заботиться, взял полностью заботу чужих, можно сказать, детей, и у них очень хорошие отношения с моими детьми, у моего второго мужа, в общем. Когда я вышла замуж, думала, буду командовать в доме, но, к сожалению, это не так, со своими супами и борщами можно отойти в сторонку, я взяла позицию наблюдателя, научилась готовить итальянскую пасту, но единственное правило, которое я потихонечку внедрила, так это меня раздражало, что итальянцы не разуваются в доме, я объяснила своему, когда родился первый ребенок, что смотри, она ползает, смотри, сколько микробов, вы тут заходите башмаками, ты с друзьями тут топчешь, она потом все это в рот, поэтому давай, пожалуйста, разуваться. И, значит, с тех пор у нас все разуваются, тут даже как-то была история, что в пандемии итальянцы научились разуваться, на самом деле, когда закончилась пандемия, они вернулись все в свое русло и продолжают опять ходить в обутках, но у меня все разуваются. В общем, про итальянские семьи, про их семейные застолья, мне это очень близко, они редко, но метко, собираются, и ты обязан участвовать в этом. По традиции к маме воскресные обеды нужно ходить, как бы отмечаться, делать эту галочку, хотя бы через воскресенье, как мне пришлось договориться, мне немножко это напрягало, каждое воскресенье быть на обеде у мамы, там столы ломились, это все есть невозможно. Я договорилась давай через воскресенье, то есть одно воскресенье у мамы, и потом мы там занимаемся уже своей воскресной программой, то есть есть такие традиции, к ним просто нужно научиться уважать. Меня удивило, когда у меня родилась первая дочь, когда в госпиталь заварила толпа незнакомых людей, я еще не отошла от наркоза, на меня смотрели большими глазами, рассматривали меня, ребенка, в общем, и эта толпа ходила все дни, пока я была в госпитале, поздравляли, приносили подарки. В общем, меня это очень сильно удивило, но здесь в Италии так принято, и вообще можно заходить в больницу и поздравлять с рождением ребенка, потому что для них это большое событие. Потом, когда тебя выписывают, тебе еще неделю будут ходить родственники домой и поздравлять. То есть в этот момент узнаешь всех дальних и всех возможных родственников, которые есть у итальянца. Потом еще можно познакомиться со всеми родственниками. Опять же, они собираются на крупных событиях, как свадьба, похороны, крещение и так далее. Мне очень близка вот эти семейные узы, семейные отношения, и мне эта позиция очень нравится, потому что, если сравнивать с Россией, я давно уже там не живу, и я не была замужем за русским мужчиной, но у меня были отношения с парнем русским, мы встречались долго, и я с ним как раз рассталась именно по этой причине, был такой момент, когда он плохо повел к моим родителям, плохая была ситуация, мне это не понравилось, я с ним тут же рассталась. То есть у меня принципы такие, поэтому я искала еще себе, искала еще, и сейчас нахожусь с мужчинами, которые именно близки к моим принципам. Для меня семья, это очень важно, потому что, как ни крути, куда бы ты ни пошел, друзья с друзьями, а семья это святое, и поэтому нужно бережно относиться к этому, и мне нравится именно вот эта позиция у итальянцев. Это мое личное видение. И хочу дать советы девушкам, рекомендации, возможно, кто захочет познакомиться с итальянцем, возможно выйти замуж, то будьте внимательны, изучайте его отношение к окружающим, его взаимодействие с друзьями, с родителями. Как он отзывается вообще от женщин, бывших, то есть если он не жалуется на свои прошлые отношения, он вышел оттуда гордо, с гордостью, с достоинством, как это делают нормальные, достойные итальянцы, у них заведено оставлять женщине своей бывшей в порядке, что-то ее как бы обеспечить, то есть если даже она не была его женой, прожила с ним в какой-то определенный период она уделила ему внимание, время была с ним долгое время, он оставляет ей что-то, машину, квартиру, это нормально, для меня сначала было это как-то дико, возможно, какая-то ревность возникает, почему-то ей все, типа, а мне, я тут твоя любимая, вот, ну к сожалению, не к сожалению, а я считаю, что это правильно, потому что такое вот у них уважение к женщине, нормального, достойного итальянца, это так, и он никогда не будет говорить и обесценивать свою бывшую женщину и свои прошлые отношения, это очень важно, и второй момент, проверяйте на словах, итальянцы болтуны, итальянцы любят вешать лапшу и бросать в пыль, ну как и все мужчины в мире, всех мужчин надо проверять на деле, красиво говорить можно, а делами, как говорится, делается, поэтому, ну вот такие самые важные моменты, думаю, что-то еще интересного вы можете посмотреть у меня в блоге, всех вас приглашаю, и благодарю за внимание, желаю вам удачных знакомств, успешных вам самых лучших итальянцев, желаю, быть в гармонии, гармоничных и счастливых отношений, всего доброго. Спасибо большое, Елена, спасибо всем, кто смотрел наше видео про итальянцев, сегодня мы готовили закуски, итальянские, но на французский манер, с нами была наша гость, спортивный психолог Мария Кирдеева, и я, психолог, системный семейный терапевт, сертифицированный гипнолог Эльвира Емельянчикова, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересное новое видео, пишите в комментариях свои вопросы, мы обязательно ответим на все ваши вопросы, до новых встреч, друзья! Итак, сейчас я покажу вам простой рецепт канапешек, итальянские канапе на французский манер, мы будем брать маленькие такие кружочки сыра моцарелла, прокалываем зубочисточкой и соединяем с помидоркой черри и вуаля, все готово, конечно, тут не хватает зеленого цвета, я попросила своего мужа купи базилик, но как нормальный мужчина он забыл, потому что я ему не прописала на бумажке, поэтому дорогие женщины, обязательно прописывайте, пишите список своим мужьям, они обязательно купят то, что нужно, и это нормально, так что всем приятного аппетита, пробуйте, наслаждайтесь итальянской, французской и любой другой кухней, в которой у вас лежит душа.